Здравствуйте, меня зовут Светлана Якубовская, и я врач-дерматолог. В контексте ухода за кожей мы часто слышим о таком значении, как PH, и этот показатель вызывает очень много вопросов. Давайте разбираться. Но сперва важно заметить, что наша кожа – это такой своеобразный защитный орган, который защищает все наши внутренние клеточки, структуры, внутренние органы от различных внешних, в том числе и негативных факторов. И если мы рассмотрим нашу кожу немножко поближе, что же там такого мощного, защитного, то мы должны рассказать о двух важных показателях, о двух важных аспектах, моментах. Первое – это роговой слой, самый верхний слой нашего эпидермиса, который состоит из мертвых клеточек нашей кожи, которые, как такой щит-барьер, не пропускают никакие внешние бактерии, стараются не пропускать какие-то внешние поступающие на кожу вещества и так далее. Но к этому роговому слою мы добавим еще одну важную структуру защиты нашей кожи. Это гидролипидная или воднолипидная мантия, которая состоит из воды, и выделяемых постоянно нашими сальными и потовыми железами особого секрета. Все это вместе смешивается, попадает на поверхность кожи и создает определенную ауру, среду, где комфортно себя чувствует наша микрофлора. Наша кожа – это такое царство-государство. На ней живет огромное количество самых разных полезных бактерий, которые не вредят нашей коже. И в то же самое время живут еще бактерии, которые при соблюдении правильного ухода и условий, поддержание вот этой оптимальной комфортной среды кожи никак не вредят, и кожа на них никак не реагирует. И вот у этого показателя, у этой гидролипидной мантии, у этой среды, у этой ауры есть определенное значение pH, которое варьируется в цифровом диапазоне от 4,5-5 до 6-6,5. И когда вот это значение в этом цифровом диапазоне – кожа комфортна, хорошо. Она прекрасно отражает все внешние негативные факторы в виде отрицательных вредных бактерий за счет размножения своей кожаной флоры. Она в достаточном количестве выделяет влагу, она в достаточном количестве секретирует липидные компоненты. Она не раздражается, она не чувствительна, она здорова. И это то, к чему мы все, конечно же, должны с вами стремиться. Но бывают ситуации, когда, например, в результате неправильного ухода, злоупотребления солнцем, в результате определенных возрастных изменений наша кожа претерпевает соответствующие деформации и дисбалансы, и вот это значение pH меняется. Оно сдвигается либо в среду щелочную и имеет более высокие цифры – 7,5-8, или, наоборот, в среду более кислую и имеет цифры 3,5-4. Это нездорово, не очень хорошо для нашей кожи. Например, люди, которые страдают угревой болезнью или акной, чаще сталкиваются со значением pH своей кожи в осень и даже выше. В таких условиях акна процветает и состояние кожи ухудшается. Или, например, люди, для которых характерно такое хроническое кожное заболевание, как псориаз. У них, наоборот, значение pH кожи стремится к низким цифрам, к очень сильно кислотному значению. И это тоже нехорошо. Тоже полезные бактерии не будут синтезироваться. Кожа становится чувствительной, легко ранимой, возникают шелушения, возникают покраснения, раздражения. Кожа на это реагирует. Казалось бы, можно ли как-то взяться, настоятельно определить, например, значение pH своей кожи? Нет, к сожалению, на данный момент это невозможно. Но мы должны обращать внимание на реакцию нашей кожи в ответ на самые разные факторы. Вы умылись. Чувствуете ли вы стянутость после умывания? Эта стянутость проходит, когда вы нанесли тоник или нанесли ваш увлажняющий крем. Вы нанесли увлажняющий крем, вы чувствуете, что кожа увлажнена? Или у вас есть ощущение, что влага, как будто бы этот крем провалился в кожу, вы хотите наносить еще, еще и еще? Как ваша кожа реагирует на ультрафиолет? Как ваша кожа реагирует на перепады температур? Как ваша кожа вообще реагирует на новый косметический продукт? Ну и, конечно же, есть ли определенные заболевания, которые я уже упоминала? Или, например, еще один пример приведу. Если вам знакома проблема экзема атопического дерматита, то здесь тоже речь идет про изменение значений pH. При этих состояниях значение pH кожи также будет стремиться ближе к щелочному. Поэтому очень важно правильно подобрать уход, правильно подобрать косметические продукты, средства, в зависимости от состояния вашей кожи. Вот почему мы всегда рекомендуем при имеющейся проблеме выбирать средства не просто для всех типов кожи, а, например, если есть проблема акне, из линеек для проблемной кожи. Если есть проблема экзема атопического дерматита, из линеек для кожи с экземой атопического дерматита, Потому что там же правильный состав. Там учитывается вот это необходимое, нужное значение pH, которое в том числе характерно и для косметических продуктов, которые вы наносите на кожу. И здорово, когда производитель указывает значение pH своего косметического средства. Это еще раз нам как бы гарантирует, подтверждает, что данный продукт подойдет для решения той или иной определенной проблемы. Вот почему так важно следить за состоянием своей кожи, прислушиваться, правильно ухаживать за кожей. И если у вас возникают сомнения, вопросы о том, как правильно подобрать уход, как оценить состояние кожи и поддержать здоровье гидролипидной мансии и такого показателя, как pH, обязательно обращайтесь к специалистам, врачам-драматологам или косметологам. Спасибо за внимание.